Пройти дистанцию по контрольным пунктам на пересеченной местности. В Биробиджане прошли соревнования на Кубок ЯО по спортивному ориентированию. Участие в них приняли более 90 спортсменов разного возраста и уровня подготовки – от еще юных новичков до взрослых мастеров спорта. У каждой группы своя дистанция. Участвовали команды ориентировщиков областной спортивной школы, Центра детского творчества, а также одиночные спортсмены, в том числе из Хабаровска. В этом году соревнования по спортивному ориентированию в ЯО пополнились новой дисциплиной спринт. Сейчас есть программа спринт, то есть это отдельные дистанции, где используется городское ориентирование, парковое ориентирование. Это очень интересный тоже вид в спортивном ориентировании, потому что он доступен многим. Это проще ориентироваться, это не в лесу, это в городской зоне. По словам участников, благодаря внедрению новой дисциплины удалось разнообразить преодоление этапов. Проходя дистанцию по заданным точкам, спортсмены должны были соблюдать и некоторые новые правила. В спринте это такой вид ориентирования, есть определенные знаки, которые нельзя преодолевать. Есть какая-нибудь стенка, которую в обычном ориентировании можно перебежать, а вот в спринте она запрещена, то есть нельзя перебегать. Но вот были такие моменты, где нужно было ее обижать и отметить контрольный пункт. Соревнования по спортивному ориентированию – это не просто бег по пересеченной местности. Ведь трасса спортсменам заранее неизвестна. Ее карту они получают только после старта и затем проходят контрольные точки, ориентируясь на ходу при помощи компаса. Для наших спортсменов эти соревнования – отличная возможность подготовиться к предстоящему чемпионату и первенству ДФО, которые пройдут в следующем году в Биробиджане. Никита Натапов, Андрей Кирюшин, Кирилл Богаченко. Новости 21.